Чтобы передать слово великому человеку, сейчас это вот прям могу сказать, человеку, которого я просто, мне говорить с ним сложно, потому что, ну, вес разный, да, такой, и понимание разное, и жизненный опыт разный, я его очень люблю слушать. Яков Иосиф Кеден. Яков Иосиф, добрый вечер, хочу вас поприветствовать. Что происходит? Где? Во всем мире? Вообще. Ну, Гаити же это просто, ну, это просто, они просто по простоте душевной такое устроили, все остальные-то как бы более креативные. Ну, Гаити это показательный случай. Чем знаменит это государство? Гаити это первое государство, которое освободилось от белого колонализма. Гаити получило независимость еще в 19 веке, в 19 веке, и с тех пор, вроде бы, государство было независимо. Ну, и вот до сегодняшнего дня это самое, самое бедное, самое преступное, самое неустойчивое государство в мире. Они идут от диктатуры к диктатуре. Причем Гаити всегда было под покровительством или Франции, или Соединенных Штатов. Вот эти две демократии, одна первая европейская демократия, вторая первая всемирная демократия. Вот как-то они вот учат, учат, контролируют, ведут эту республику уже более 200 лет, почти 200 лет. А демократия там на уровне африканских жилок. Так что способность установить демократию в другой стране, в другой культуре, тем, кто в ней не разбирается и не понимает, и вообще извне, вероятно, она стремится к нулу. Невозможно в другой стране навязать что-то ей чуждое. И неважно, это чуждое более цивилизованное, менее цивилизованное. Какая разница? Тот западный демократический строй, который пытаются уже 200 с лишним лет навязать выходцам из Африки, они не принимают. Единственная устойчивая власть, а может быть такая, которая соответствует их культуре, их цивилизации, их развитию. И нечего лезть туда со своим уставом, не получится. Тут можно сказать, ни в одной африканской стране нет демократии западной. Даже в стране, в которой эту демократию, вроде бы, она была одной из самых прозападных стран, Южная Африка. И вот когда в Южной Африке ввели супердемократические законы Европы и Соединенных Штатов, и что теперь Южная Африка? Она еще по инерции продолжает развиваться и существовать. Но она может развиваться только по законам, которые соответствуют культуре, уровню и проблемам его населения. Вот этого на Западе западная культура не может никак понять. Они привыкли, что они сами будут другим устанавливать свою культуру, свой режим, свою власть, свои принципы. Так они делали в Европе. И в Европе это не совсем получается. Вот сейчас западная европейская цивилизация ломает зубы от западноевропейскую Венгрию. А Венгрия это всего. Это была составная часть Австро-Венгерской империи. Но все равно Венгрия это Венгрия, Мадьяры это Мадьяры, а австрийцы это австрийцы. И поэтому те принципы, которые австрийцы считают для себя наивысшими, в Венгрии считают это кощунством и преступлением. И они отстаивают это. И будут отстаивать. Поляки. Польшое европейское государство. Никто не спорит. С большим влиянием западных культур. Большое католическое государство. Они вот эти ценности не принимают. Не хочет их польский народ. И попытки внести их туда, поляки это извергают, отвергают. Даже если взять такую страну, как Грузия. Ну куда вы хотите грузинам навязать то, что им чуждо? И они упрямо лезут. И говорят, нет, вы будете такими. Не будут. Не удастся. Вот это основная проблема, с которой сегодня столкнулся мир. В 21 веке одна из основных проблем. Невозможно заставить другие народы жить по чуждым законам. Это кончается плохо. Всегда кончается плохо. Пытались установить демократию в Афганистане. И как в том анекдоте. Как не пытаются установить демократию в Афганистане, получается исламский, фундаменталистский, диктаторский режим. Вот как не получается, а получается так. И не выйдет ничего. То есть вывод из этого, он простой. Не пытайтесь заставить людей жить по законам, не соответствующих их культуре, их понятиям, их нравственным нормам. Нет универсальных нравственных норм. Пусть об этом забудут. Нет. Одни нормы в Китае, другие в Японии, а третьи в Корее. Близкие. Одни в Польше, католической, а другие в католической Италии или Испании. Не будет этого. Страна французской культуры, Гаити. Всегда была. Не будет там Франции. Не будет. Ничего не поможет. Поэтому вот эти попытки, когда вдруг ситуация привела их к тому, мы все можем. Мы победили. Теперь мы будем указывать миру, как жить. столкнулись с очень, очень враждебной действительностью. Действительность это не принимаем. А американцы продолжают твердить. Мы, мы мировая держава, которая будет указывать миру, по каким законам им жить. Что сказал, что сказал Обама? Мы определяем правила, а все страны должны жить по нашим правилам. извините меня, кто ты такой? он может определить правила, по которым жить в стране своего отца в Кении? Пусть попробует. англичане еще помнят, мало-мало. Да, это у них до сих пор вот здесь вот это все, вот эти воспоминания очень. И Хартум, вот две вещи, которые они никогда не забудут. Да даже взять вот такую вот англо-бурская война. Англичане с бурами не смогли справиться. А буры, это тоже европейская культура? Ну, не английская. Даже не немецкая. И воевали, насмерть воевали. Придется, вероятно, в мире, вот эта схватка сегодня все больше и больше усиливается. По мере того, как кто-то считает, что он должен указывать всем странам и всем народам, как жить. это сталкивается. Даже сейчас у нас на Ближнем Востоке, ну, казалось бы, ну, нет более зависимой от Соединенных Штатов страны, чем Израиль. Наша власть в рот им смотрит, если не в другое место. От них зависят на 200%. Все. Наука, экономика, армия. Но они нам тоже решили указывать. И как нам бороться с террором? И дошли до мерзости, которую трудно представить. Террорист убил из машины несколько человек. Его арестовали. Не убили скотину. Ну, по израильским законам его дом подлежит разрушению. Подали апелляцию. Мы же все-таки демократическая страна. Родственники, которые живут в этом доме, подали апелляцию в высший суд справедливости. Против разрушения дома. Высший суд справедливости принял, сказал, по закону нет никаких препятствий. дом разрушен. Имеют наглость американцы обратиться к нам и требовать не исполнять закон и не исполнять приговор высшего суда Израиля. Мы исполнили его. Ну, начинаются фыркания и выражения своего недовольства. Но что в этом замечательного? Американцы будут указывать Израилю по каким законам нам жить. Они будут требовать нас не признавать приговоры нашего Верховного Суда. Только потому, что этот террорист, когда он жил в Америке, он получил американское гражданство. То есть, чего они требуют? Раз он американский гражданин, ваши законы на него не должны действовать. Ну, до какой наглости надо дойти? Если они это делают по отношению к Израилю, что они делают по отношению к другим странам? У нас то все таки есть возможность повлиять внутри Соединенных Штатов, у других нет. Но сам подход этот, ничего не меняет. Мы всему миру укажем, как жить. И весь мир будет плясать под наш удут. И вот это сегодня основное столкновение в мире. Это сегодня основная проблема. И эта проблема будет усиливаться пока Соединенные Штаты не вернутся к своим естественным размерам, которые были раздуты в результате Второй мировой войны. которые выросли до недопустимых размеров после того, как развалили Советский Союз. Им это ударило в голову, и они поняли, что они господа всего мира. Нет, не будете никогда. Империи существовали большие по мере того, как они давали развиваться другим народу. Даже при Чингисхане вроде бы зверская империя. 800 лет назад в империи Чингисхана никто не вмешивался во внутренние дела народа. Никто не преследовал никакую религию. Ни христианскую, ни иудейскую, ни мусульманскую. Не трогали никого. Вы живите как хотите. То есть тогда тоже ни у кого не хватало без человечества даже в такой жестокой империи, как Чингисхана. Кого-то, кому-то ломать его природную, его естественную, историческую, культурную жизнь. Нет. А Соединенные Штаты решили, что они могут. Европа решила, что она может. Они сделали из Латинской Америки Европу. Они сделали из Африки, которую они грабили и в которой они были 2000 лет что-то похожее на Европу. А что они делали в Азии? Не получилось ничего. Даже с полудиким Афганистаном у них ничего не получилось. И нигде не получится. Они имеют наглость и глупость замахиваться на страны с тысячелетней богатейшей историей, культурой, нравственностью. Говорят, нет, наша лучше. Будете жить по нашей не получится. Не получится. А в том анекдоте сначала догоните моего меньшего брата. Сначала справьтесь с вашими соседями. Ну, наведите хотя бы в Гватемале какой-нибудь нормальный порядок. Где-нибудь в какой-то Латинской Америке. В какой-то африканской стране. Вот взяли Либерия. Либерия. Американская идея. Вернуть в Африку африканцев, которых вывезли рабами, и построить на их базе цивилизованное государство. О, да. Мы видели эту цивилизованность. И кто больше всего зверствовал? Жители и элита Либерии, которая приехала из Соединенных Штатов. Именно они, пройдя американскую культуру, и построили это государство, которое даже по африканским понятиям отличалось изуверской жестокостью. Так что, какова проблема сегодня в мире? И с этим мы сталкиваемся. И с этим сталкиваются все страны. И даже мы столкнулись с этим, и будем сталкиваться, и дальше будем. По всем проблемам. А что же говорить о России? А что говорить о Китае? И тот, кто этому сопротивляется, он и является для них угрозой. И тот, он не признает это и своим существованием доказывает, что не может Америка править миром и предписывать с ним все, он угрожает безопасности и существованию Соединенных Штатов. Самим своим существованием. Они это не отрицают. Поэтому и Россия, и Китай и будут и дальше смертельной угрозой для нынешних Соединенных Штатов, пока они будут жить и пытаться жить по этим своим правилам и навязать их другим. Другого не будет. То есть выход из этого только один. Или останется Россия или Соединенные Штаты. Или останется Китай или Соединенные Штаты. Потому что Россия не пытается навязать ни одной стране мира, тем более Соединенным Штатам, какие-то другие нравственные, экономические, другие принципы. Китай тоже не пытаются. И вот эти пропагандисты Запада, что они говорят? Они не обвиняют Россию, что Россия хочет разрушить Соединенные Штаты. Они не обвиняют Россию в том, что Россия хочет навязать Соединенным Штатам, как они объявляли в свое время по отношению к коммунизму. Новый какой-то режим, новый какой-то власть. Россия не подчиняется их правилам, и поэтому она угрожает. Россия не соблюдает их нравственные нормы, которые в России считаются беднравственными. То же самое Китай. Китай не согласен выполнять общие правила, которые они для Китая определили. Они уже пытались это сделать 150 лет назад в опиумной войне. Они пытались это сделать в начале 20 века. И поэтому и Россия, и Китай, и любая страна, которая не примет, по мере неприятия этой страны нравственных норм Соединенных Штатов, которые для этих стран, для этих культур являются безнравственными, превращают их смертельных врагов. Вот такова сегодняшняя действительность. А все остальное это технические детали, частные детали, определяющиеся теми или иными районами или тем, что происходит. Так что в ответ на то, а что сейчас происходит, вот это сейчас и происходит. Мир сейчас находится в состоянии выхода из этого положения. А выход тут, как говорится, сумма ноль. Или один, или другой. Или вы, или вас. поделюсь, Яков Юрьевич, своим ощущением. Я тут как раз рассуждал о мутности сегодняшней ситуации. Вот вы посмотрите, с одной стороны, ну, очевидно, совершенно, ну, реально тектонические процессы. Соединенные Штаты действительно пытаются ломать все другие страны через колено. Причем иногда даже сломанные страны. Вот посмотрите, как они ломают Германию. Ну, сломанная же страна, они ее все равно в труху начинают ломать. Да, значит, вот очень серьезные процессы вот по моей кафедре, так сказать, по информационному обществу. Мы идем к очень таким жестким процессам информационному обществу, который поставит нас перед необходимостью все-таки пересмотреть наши вот эти вот прекраснодушные рассуждения о том, что мы там должны иметь открытые информационные общества и так далее. То есть, вот есть реальность, а с другой стороны, вот на нее наслаивается мутность, да, вот эти непонятные какие-то то ли колумбийцы, то ли вообще непонятно кто на Гаити. Огромное количество фейков. просто поразительное забивание информационным шумом всего и вся по пандемии. Так? И вот нам что хотят глаза отвести, чтобы мы что-то не увидели, Яков Ильич? А, да, вот последнее хочу сказать. Жесткий разговор Байдена с Путиным. Ну, ребят, вот я сказал в первой части, ну, какой жесткий разговор Байден может вести с Путиным, когда он не может вспомнить, зачем вводили войска в Афганистан. Яков Ильич, вот эту цитату показали, но я очень хорошо к деду Байдену отношусь, но совсем там плохо, вот там реально плохо. И нам рассказывают, что он провел, может быть, даже не нам, американцам и европейцам, что он провел жесткий разговор. Ну, это про что, Яков Ильич? Какой-то, ну, нерационально это все как-то. Байден не может проводить с Путиным жесткий разговор. Не потому, что он Байден, не потому, что он близок к синильности, и не потому, что он почти оверботл по американским понятиям. А потому, что Соединенные Штаты не могут проводить жесткий разговор с Россией. Ушло это время. Нету у Соединенных Штатов сегодня никаких сил проводить жесткий разговор с Россией. Тот, который она надеялась проводить, тот, который она могла проводить, сегодня Россия намного сильнее, чем был Советский Союз. Сегодня Россия намного сильнее Соединенных Штатов, чем была Советская Армия по отношению к американской. И только это не позволяет Байдену проводить никакой жесткий разговор. то, что они пытаются пользуясь микрофоном создать фон и представить то, чего не было, но так тем самым они могут обманывать и продолжать обманывать свое население и создавать у него впечатление, какие они жесткие. Нету Соединенных Штатов ничего, что может заставить производить жесткий разговор их с Путиным. Они с Талибаном не могут проводить жесткий разговор. Я зарезервирую возможность задать вам этот вопрос, Яков Ильич. Ну, это вообще кошмар какой-то. Ну, но достаточно идиотов или достаточно тех, которые считают все народы идиотами. Вот с Талибаном они справиться не смогли. Уходят, поджав хвост, бросая все. Как всегда. А вот с Россией они могут проводить жесткий разговор. И какие такие аргументы есть у Байдена жесткие в разговоре с Путиным. Чего у него есть? Чему он может взывать? Байден врал Путину 11 лет назад в лицо нагло. Когда он пытался его убедить, считая, что перед ним сидит обычный, как его представление, представитель России, как были до 90-е годы, рассказывая ему сказки о том, что американские военные базы в Румынии, они предназначены против Ирана. И они не угрожают России. И у него хватило дурности и наглости сказать президенту России, а ты на следующие выборы не иди. Кто ты такой, чтобы говорить это президенту России? Ты всего-навсего президент Соединенных Штатов, не больше. как ты можешь указывать президенту России идти ему на следующие выборы или нет? То, что Путин и тогда, и сейчас говорит с ним вежливо, они не привыкшие говорить с людьми вежливо, культурно, пытаются представить вот какие мы крутые. Как шпана на улице? Он думает, что чем больше он надувается, тем он больше производит впечатления. На свою шпану, на своих пацанов да, но больше ни на кого. Так что в газетах сколько угодно. Сколько раз Буш заявлял младший, мы победили и старший в Ираке, но они победили. И во Вьетнаме они победили. Как в том анекдоте, говорите вы тоже. Обращать на это внимание в рамках пропаганды да, но серьезно Пентагон может вести серьезный разговор с Шойгу или с Герасимом. да нет, ну это вообще немыслимо. А интеллигент Блинкин может вести на равных разговор с Лавром? Как это вообще можно поставить не надавливайте на больное, но Блинкин просто некомпетентный и очень случайный человек. Ну вот он совсем случайный. Другого нет. Другого нет. Кто-то у них мог вести на равных разговор сегодня. Сегодня никто. или это истеричка бывшая жена президента. Она могла вести нормальный разговор с кем-то на равных. Так чем же они могут угрожать? В чем Россия зависит от Соединенных Штатов? Слава Богу сегодня намного меньше. Не так, как она должна была независеть. Не так, как она стремится независеть. Но намного меньше, чтобы позволить какому-то случайному президенту Соединенных Штатов вести с Россией жесткий разговор. Байден не может вести жесткий разговор даже с побежденным Трампом. Но все его прихлебатели пытаются создать впечатление «Да, он вел жесткий разговор с Путиным. Может, они огласят, что жесткого сказал Байден? А? Ну, один пример. Ну, что-нибудь. Ну, один пример. Не может у них хватит совести или честности сказать «А что на это ответил Путин?» Не своими словами, а просто процитировать. А без этого это чистая воды демагогия. Он ему сказал, может, он ему сказал, что мы бы вам дали, если бы нас догнали. жесткий разговор Байдена с Путиным может быть, если завтра по маршруту британского корабля идет американский военный корабль. Тогда это жесткий разговор. И где он, этот корабль? А? и по какому курсу он пойдет? А все остальное это дешевая работа на публику. Не просто на публику, но американскую публику. Вульгарную, примитивную, бескультурную. Я огромную вам благодарность за прекрасный анализ Спасибо.